всем привет в этом видео я вам покажу что я сшила примерно за последние полтора месяца я постараюсь рассказать про выкройки про ткани вот это вот стопка и в ней еще не все так как дети ходят в школу в той одежде которую я тоже сшила сама начну по порядку водолазки для детей я снимала видео по пошиву вот этих водолазочек это водолазка для дочки она сшита из антролока вот это сшито из рябана для сына еще одна водолазка у нас уже в стирке мы их активно носим из остаточков кашкарсе по выкройке водолазки я сшила для дочки вот такую футболочку здесь у меня не хватило поэтому я сделала вставку и вот такая кофточка это что-то вроде бомбера или кардигана выкройку я брала из журнала отобран ткань капитон на примере вот этой вот кофточки я снимала пошив кармана с листочкой капитон у меня тоже валялся в остаточках он немного с дефектом но с лица его не видно этот дефект и мы в нем еще побегаем так что пригодился платье это платье я тоже снимала видео по пошиву платье теплое из остаточков капитона он у меня тоже давно лежал вот этот вот отрез пригодился платье у нас очень хорошо носится это любимая дочкина платье я тоже вот платье которое я шила себе с капюшоном плохо видно на камере это выкройка сайта шкатулка я ссылку оставляла в описании под видео я его сильно модернизировала и сайт не захотела размещать видео по пошиву но я вам хочу сказать что по одной выкройке можно сшить абсолютно разные платья вот у нас еще один вариант это та же самая выкройка но это более нарядное так сказать платье у нас получился силуэт трапеция из плотного плохо растяжимого трикотажа абсолютно два разных платья сшиты по одной выкройке это я вам говорю просто для того чтобы вы понимали что по одной выкройке вы можете шить абсолютно разные вещи вам не обязательно нужна какая-то определенная выкройка чтобы шить платье с капюшоном капюшон можно взять от другой выкройки и у вас получится радикально разные вещи погодной выкройки я просто не люблю печатать много разных выкройек предпочитаю небольшое моделирование вот такие две короткие кофточки я сшила еще для дочки это из остатков футера с лайкры это из остатков какого-то акрилека который я покупала очень много лет назад еще на осинки я их шила без выкройки просто использовала в качестве основы какой-то свитер дочкин это длина получается выше талии модная как кроп-топ по-моему или нет в общем я не знаю как это называется но сейчас дети все в этом ходят если вы знаете как называется такая кофточка напишите мне в комментариях буду немножечко умнее еще одна кофта из остатка то есть я сейчас если вы обратили внимание истребляю все остаточки все кусочки все остатки лежал у меня давно этот отрез я шила из него для дочки спортивные штаны в прошлом году они нам в этом году все еще пока как раз так как они были с запасом на длину а ребенок у меня очень худенький брючки нам как раз и я вот шила к этим штанишкам кофточку все ткани не осталось здесь у меня подборд пришит выкройку я использовала полюбившуюся мне ссылку на нее я оставлю в описании я по ней сшила для дочки худи вот такой худи сшила и вот эта вот модель тоже сшита по этой же выкройке если вы не помните видео по пошиву вот этой кофты есть на моем канале сейчас я вам покажу вещи которые я сшила для сына по этой же выкройке вот две наши кофточки начну с нижней такая вот кофточка из капитона кофточка у нас уже много раз постирана она активно носилась тоже сшита из остаточков это по той же выкройке и еще одна кофточка я ее сшила недавно это кофточка динозаврик тоже по этой же выкройке тут у меня не хватило ткани на полочку цельную и поэтому появилась такая идея сделать карман монстр карману не хватает наверно кнопочки чтобы он так не открывался тоже из остатка все сшито на спине у нас вставлен хребет из какого-то выпада темно-синего капитона на капюшоне хребет у нас темно-зеленый вот такого цвета чтобы все сочеталось между собой и это тоже все по одной выкройке по этой выкройке я сшила уже очень много одежды я еще по ней сшила пижамы детям и у меня есть спортивный костюм для сына сшить тоже вверх по этой же выкройке но сегодня ребенок ушел в нем школу ну это пиджак наш который я сшила для видео один из них у меня два пиджака брючки тоже сшила сама видео по пошиву тоже есть ребят все ссылки на видео и на выкройке которые я где-то когда-то использовала и показываю вам сейчас одежду будут в описании обязательно разворачивайте описание смотрите там всегда много интересного две юбки для дочери одна сшита из интерлака черного обычные юбочки карандаш вторая сшита из футера с лайкры шила я их 31 числа 8 часов вечера шьются они буквально за полчаса ребенок истерила что что же такое у нее нет к первому сентября ни одной юбочки еще ни разу не одела вот так вот жилетка утепленная жилетка для дочки тоже из остатков все из остатков у меня вот эти кошечки у меня очень давно лежали я рада что они наконец закончились вообще не люблю когда тканюшки лежат не на всю хватило вот как видите здесь у меня вставка контрастного цвета и внутри у меня тоже использован разные ткани вот здесь у меня флис кусочек даже сборный в капюшоне стоит у меня велюр и на полочках тоже стоит велюр его тоже не хватило целиком вон здесь вот сборные внутри тонкий утеплитель 100 граммовый выкройку я использовала ветровки от катя михитарян я по этой выкройке шила дочке серебристое пальто ссылочка будет также в описании и тут у меня стоит светоотражайка здесь стоит и вот здесь стоит на спине я не ставлю потому что ребенок одевает рюкзак и закрывает и точно такую же жилетку я сшила для сынишки это вот у нас дюспа симпсоны были тоже со светоотражайкой такой же карман с листочкой и вот на спинке у нас уже нет ткани стоит просто желтая светоотражаечка внутри желтый флис тоже сборный его не хватило таким образом я истребляю остатки и заодно одеваю себя и своих близких выкройка та же самая мне тут писали что это выкройка для девочек у нас мальчик полненький я немного ей скруглила бока не скруглила сделала менее круглыми бока и получилась отличная выкройка для полного мальчика еще я шила на 1 сентября вот такую бабочку это из старого папиного галстука сшита пожертвовал своим галстуком ради любимого сынишки здесь у нас так вот закрепляется вымученная сумка поясная сколько то у меня ее просим долго очень долго просила очень сшила это из куска джинс из одной штанина джинс у нас вышла вот такая сумка очень долго не могли найти фурнитуру мы искали фастекс у нас нет такого фастекса обошли все магазины к сожалению очень многие позакрывались магазины ну вот нашли поставили и стропу пришлось купить оптом если вам интересно как я ее сшила вы напишите пожалуйста в комментариях если будет много просьб я сделаю видео по паши вот такой сумочки она достаточно легко шьется если вам будет интересно пишите в комментариях мужу я еще сшила вот такие штаны это обычные спортивные штаны сзади просто поставила карманы выкройка была та же самая что я сшила предыдущие штаны но к сожалению этой выкройки уже нет она оказалась авторской и ее удалили вот если у кого то осталось многие писали что выкройка очень хорошая удобная нам понравилось вот кармашки все мужу я больше ничего не сшила кроме сумки и вот этих штанов ткань футерс лайкры из карбой текс и себе я сшила еще одну кофточку это простой вот такой вот кардиганчик вот такая простая кофточка она без пуговиц безо всего просто как накидка чтобы было потеплее из акрилека я ее сшила если честно я не помню по какой выкройке я ее сшила ну не по выкройке кардигана это точно то есть я взяла какую то выкройку кофточки и немножко вот здесь сделала скругление как кардиган но не совсем правильно надо немного по другому делать я уже поняла как и наверное во второй вариант если я буду сшить я сниму видео по пошиву такой кофточки тепленькой все больше себе я ничего не сшила так что основной мой пошив это дети и дети требуют еще больше одежды надо что-то еще по моему шить спортивные костюмы надо шить это точно все я показала все что я пока что сшила ну на данном этапе как я и сказала смотрите описание пишите комментарии обязательно что бы вы хотели что бы я сшила что бы вы хотели что бы я показала если у вас есть какие то вопросы тоже пишите их в комментарии всем пока до новых встреч до новых встреч до новых встреч и